здравствуйте друзья топовый процессор это конечно мечта любого геймера но иногда приходится идти на компромисс который в результате может оказаться даже более выгодной покупкой давайте проверим касается ли это 6 ядерника core i5 8600k с процессорами линейки intel coffee lake мы уже познакомились в предыдущих видео ссылка на которые есть в описании поэтому лишь кратко напомним что все новинки серии core i5 получили в свое распоряжение 6 ядер вместо четырех но они по-прежнему лишены поддержки технологии intel гипертрейдинг и обладают меньшим объем кэш-памяти l3 что и выделяет их на фоне старших core i7 модель core i5 8600k работает на базовой частоте 3,6 гигагерца и динамически может ускоряться до 4 и 3 десятых но поскольку ее множитель разблокирован то появляется возможность разгона также она имеет в своей структуре двухканальный контроллер оперативной памяти с гарантированной поддержкой модулей ddr4 2666 и видеоядро intel uhd graphics 630 с 24 исполнительными блоками тепловой пакет составляет 95 ватт а критическая температура находится на уровне 100 градусов сравнивать эту новинку мы будем с тремя конкурентами первым выступает флагман серии кэби лейк core i7 7700k он обладает лишь четырьмя полноценными ядрами но может обрабатывать до 8 потоков а вот и посмотрим смогут ли 6 ядер конкурировать с 8 потоками да и ценники на момент подготовки видео у них достаточно близкие 330 долларов у 8600k и 370 долларов у 7700k возможно уместнее было бы взять для сравнения core i5 7600k но у нас его попросту нет в наличии как и некоторых других близких конкурентов идем далее вторым оппонентом выступит недавно рассмотренный 6 ядерный флагман core i7 8700k конечно ценовые диапазоны у них совсем разные ведь топовая модель на 130 долларов дороже но все же хотим проверить много ли решают дополнительные 6 потоков и стоит ли за них переплачивать но в серии райзен есть два конкурента 6 ядерный райзен 5600 x со средним ценником в 290 долларов и 8 ядерный райзен 7700 за 350 долларов но поскольку их у нас нет в наличии то ограничимся более доступным райзен 5600 который можно найти в среднем за 230 долларов он отличается поддержкой 12 потоков но работает на более низких тактовых частотах от 3 и 2 до 3 и 6 гигагерца хотя его множитель также разблокирован поэтому он поддается разгону с участниками тестирования познакомились ассистировать им будут материнские платы гигабайт z370 ультра гейминг asus prime z270 и msi x370 sli plus за охлаждение отвечает кулер термал райт архон sb и x2 озу представлена двухканальным комплектом patriot viper 4 а сами операционные системы и большинство игр были установлены на ssd диски серии goodram iridium pro более подробно о тестовых конфигурациях есть в описании если вы смотрели наше предыдущее видео по core i7 8700k тоже догадываетесь что сравнивать будем в два этапа сначала сопоставим результаты в номинальном режиме при запуске синтетических и игровых тестов а затем в разгоне открывая тестовую сессию аида 64 по скорости чтения записи и копирования данных новинка проигрывает всем конкурентам но отставание небольшое в районе 1 7 процентов а вот задержка доступа к данным у нее меньше чем у райзен 5 хотя оба представителя серии core i7 обладают еще более низкими показателями в архиваторе 7 zip наличие дополнительных потоков играет более важную роль чем частота ядер поэтому снова core i5 8600k находится на последнем месте но если преимущество 8700k составляет более 40 процентов то у райзен 5 оно не превышает 26 процентов а у 7700k и вовсе достигает максимум 3 процентов вин рар пока не очень хорошо дружит серии райзен поэтому новинка обходит своего внешнего визави на 7 процентов но отстает от 7700k и 8700k на 20 и 45 процентов соответственно рендеринг сцены в корона быстрее всего выполнил флагман серии кофе лейк core i5 8600k также оказался первым только с конца отстав от лидера на 78 секунд или 36 процентов в бенчмарке в рай новинке удалось улучшить свои позиции теперь она занимает третье место и отстает от лидера на 32 секунды или на 26 процентов а вот с кодированием видео в x265 модели серии кофе лейк справились лучше конкурентов флагману потребовалось чуть более 40 секунд а 8600k 47 неоднозначная ситуация получилась в cinebench r15 тест cpu ставит core i5 8600k рядом с core i7 7700k а в лидеры выводит 8700k но уже в opengl наиболее высокие результаты показывает четырехъядерный кэби лейк а следом за ним идет шестиядерный кофе лейк опережая флагмана и на десерт блока синтетики предлагаем взглянуть real bench по общему результату новинка опять находится приблизительно на уровне восьми поточного core i7 лидерство удерживает 8700k а райзен 5 выступает в роли догоняющего теперь переходим к играм мы выбрали те проекты которые являются типичными представителями своих классов например far cry primal сильно зависит от производительности процессора в однопоточном режиме gta 5 номинально поддерживает многопоточность но оптимизация у нее весьма слабая да и движок устарел в третьем ведьмаке с распараллеливанием кода уже получше но все равно оптимизация далеко не идеально также в тест включены популярные представители тяжелых сетевых шутеров а в некоторых играх мы преднамеренно использовали максимальные пресеты чтобы упереться видеокарту и оценить разницу между системами одним словом игры и настройки выбирались таким образом чтобы исследовать разные классы проектов и разный сценарий их работы сделав тест более объективным и комплексным начнем с battlefield 1 в сетевом режиме при разрешении full hd и ультра при сети графики по среднему показателю лидерство делят 8 600 кей и 7 700 кей с результатом 125 fps а по минимальному вперед выходит 8 700 кей с показателем 103 кадра в секунду чтобы уменьшить влияние видеокарты в assassin's creed origins мы снизили разрешение до hd но оставили максимальные настройки графики лучшие результаты показали представители серии core i7 8 600 кей отстал от лидера на 8 10 процентов ультра пресет бенчмарка far cry prime в hd разрешении показал весьма неожиданные результаты несмотря на меньшее количество потоков и меньшую тактовую частоту а и 5 8 600 кей опережает ай 7 8 700 кей на 13 16 процентов лидером стал ай 7 7 700 кей он обошел новинку на 2 3 fps еще интереснее ситуация в бенчмарке rainbow 6 и же при ультра пресете и hd разрешение первое место по среднему фреймрейту досталось 6 ядерному core i5 второе и третье отделят между собой представителей серии core i7 по минимальной скорости уже 8 700 кей выходит в лидеры им опережая внутренних конкурентов на 5 кадров в секунду watch dogs 2 хорошо реагирует на большее количество потоков и высокую тактовую частоту поэтому лучше всего проявил себя 12 поточный флагман линейки кофе лэйк тестируемая же модель отстала от него на 20 25 процентов но в свою очередь на 6 8 процентов сумела опередить райзен 5 если верить бенчмарку то для исследования мира средиземья в hd разрешение и при ультра пресете лучше всего подходит core i7 7 700 кей а вот между двумя представителями серии кофе лэйк лучше дать предпочтение именно core i5 который опережает флагмана на 6 9 процентов в rise of the tomb raider все не так однозначно по минимальной частоте вперед выходит 12 поточный core i7 с показателем в 71 fps зато по среднему именно 8 600 кей опережает всех хотя core i7 7 700 кей отстал от нее менее чем на 1 fps если вы собираете себе систему под пупг то при full hd разрешение и даже ультра пресете все три представителя intel выглядят очень достойно номинальным лидером по среднему фреймрейту является i7 7 700 кей а по минимальному i5 8 600 кей хотя разница между ними составляет всего 2-3 кадра в секунду в третьем ведьмаке при максимальных пресета графики и hd разрешений core i5 держится слегка позади i7 7 700 кей но отстает всего лишь на 3 9 fps показывая при этом скорость более сотни кадров в секунду то есть на качестве геймплея подобный разрыв особо не сказывается бенчмар gta 5 full hd разрешение и при очень высоких настройках графики также отдает предпочтение i5 8 600 кей они i7 8 700 кей несмотря на более высокие частоты и большее количество потоков у последнего причем 6 ядерник идет практически на равных с i7 7 700 кей слегка проигрывая ему по минимальной частоте и выигрывая по средней ну что ж первый этап подошел к концу давайте оценим его результаты в хорошо оптимизированных под многопоточно синтетических тестах преимущество нового core i7 над 6 ядерником в среднем составляет 20 процентов флагман прошлой серии обходит новинку лишь на 3 процента а вот ryzen 5 несмотря на свои 12 потоков отстает на несколько процентов из-за более низкой частотной формулы в играх ситуация интереснее преимущество i7 7 700 кей над i5 8 600 кей составляет в среднем 2 5 процентов остальные конкуренты и вовсе отстали от новинки если по минимальной частоте оба представителя серии кофе лейк показывают одинаковый результат то по средней неожиданно вперед выходит core i5 на 5 процентов неужели гипертрейдинг не всегда полезен а его преимущество над ryzen 5 достигает 26 процентов теперь давайте посмотрим изменится ли ситуация после оверклокинга мы постарались выжать максимум из каждого участника сравнения но не исключаем что у вас получится лучше а если уже получилось то расскажите пожалуйста об этом в комментариях с указанием примененных настроек и железо процессору core i5 8 600 кей покорилась планка в 5,2 гигагерца для этого в bios мы подняли множитель до 52 напряжение v core увеличили до 1375 милливольт а также перевели два параметра l lc в режим turbo если в номинальном режиме при максимальной нагрузке частота cpu держалась на уровне 4,1 гигагерца при 40 50 градусах то после разгона температура отдельных ядер поднималась до 83 градусов стабильность работы системы при этом не пострадала для core i7 8 700 кей удалось добиться стабильной работы при 5,1 гигагерца для этого в bios множитель был увеличен до 51 напряжение v core до 1,35 вольта а два параметра l lc были переведены в режим turbo а в итоге температура отдельных ядер местами поднималась выше 90 градусов но тротвинга не было core i7 7 700 кей удалось заставить работать на частоте 4,8 гигагерца для этого напряжение в bios было поднято до 1,26 вольта а множитель до 48 лишь в таком режиме наш образец показывал необходимую стабильность работы и не сбрасывал частоты при нагрузке если для более эффективного разгона райзен 7700 x в предыдущем тесте мы обновили bios материнской платы то для райзен 5600 пришлось откатываться назад но даже в этом случае не удалось взять отметку в 4 гигагерца мы остановились на уровне 3925 мегагерц для этого в настройках подняли множитель до 39,25 а напряжение до 1,4 вольта температура ядер после разгона не превышала 85 градусов и система работала полностью стабильно переходим к тестам и начнем с синтетики в аиде 64 перевес многопоточных процессоров над 8 600 кей сокращается до 1,3 процентов лишь при чтении информации из озу райзен 5 вырывается вперед на 7 процентов задержка доступа к данным у представителей кофе лейк одинаковая лидирует в этом тесте флагман серии кэби лейк райзен 5 заметно отстает архиватор 7 zip оценил преимущество ай 5 8 600 кей над ай 7 7 700 кей в 15 процентов в свою очередь райзен 5 и ай 7 8 700 кей обходят ее на 3 и 34 процента соответственно зато вин рара представители кора и 7 увереннее демонстрируют свое превосходство над core ай 5 8 700 кей вырывается вперед на 79 процентов а 7 700 кей на 21 если в номинальном режиме работы в тесте корона новинка финишировала последний то разгон позволил ей подняться на третье место но все равно для рендеринга сцены ей потребовалось на 48 процентов больше времени чем лидеру благотворно сказывается оверклокинг и на времени кодирования видео в тесте икс 265 отставание 8 600 кей от 8 700 кей сократилось 7 до 4 секунд а преимущество новинки над 7 700 кей увеличилось 5 до 11 секунд в cinebench r15 в тесте cpu core i5 увеличил отрыв от четырех ядерного core i7 но догнать 12 поточной модели не сумел зато в тесте opengl он смог отстоять второе место хотя и с минимальным отрывом от 8 700 кей и наконец в real bench разгон позволил core i5 8 600 кей увереннее себя чувствовать на втором месте по общему показателю от 7 700 кей его отделяет 14 процентов а лидер вырывается вперед на 8 процентов теперь давайте пройдемся по нескольким играм с теми же настройками графики и разрешением что и в первой части этого видео в сетевом режиме battlefield 1 разгон позволил многопоточным процессорам существенно улучшить свои показатели в то время как у тестовой новинки средняя скорость даже уменьшилась на 2 fps однако в сетевых проектах сложно добиться повторяемости результатов поэтому идем дальше far cry primal оценил высокую максимальную частоту шестиядерного core i5 и поставил его на первое место правда отрыв от 12 поточного core i7 составляет всего 45 процентов если в номинальном режиме watch dogs 2 триумфаторами стали представители серии core i7 то после разгона новинки удалось разбить эту парочку и подвинуть модель 7 700 кей на третье место опередив ее на 6 11 процентов лидеру же она уступила на 8 16 процентов в rise of the tomb raider представитель серии core i5 предстал во всей красе и с отрывом в 2 6 процента опередил своего флагманского собрата третьим оказался i7 7 700 кей с отставанием в 23 процента по минимальному фреймрейту более высокий уровень оверклокинга позволил моделям серии кофе лейк опередить четырех ядерного предшественника и поделить лидерство между собой в пуг по средней частоте на 1 fps вперед вырывается корой 7 а по минимальной с той же громадной разницей лидирует core i5 что же мы получили после разгона в синтетике core i7 8 700 кей все еще обходит core i5 но его преимущество сокращается до 17 процентов в свою очередь новинка опережает двух других конкурентов на 7 8 процентов в играх ситуация похожая 12 поточный флагман превосходит шестиядерную модель на 5 6 процентов зато она выглядит на 3 8 процента лучше чем i7 7 700 кей и на 24 29 процентов опережает райзен 5 если же говорить об эффективности разгона самого core i5 то мы получили от 9 до 17 процентов бонуса что в некоторых проектах позволило поднять даже минимальный фреймрейт выше комфортных 60 fps таким образом для игровой системы шестиядерный i5 8 600 кей является акцентируем на данный момент очень интересной покупкой не сильно уступая флагману прошлой серии или 12 поточному core i7 новый да в номинале 7 700 кей выглядит на несколько процентов лучше но он и стоит чуть дороже и тяжелее поддается разгону тем более что со временем ценник на core i5 должен опуститься и тогда он будет еще привлекательнее а вот core i7 8 700 кей больше подойдет стримером или тем кто хочет сразу производительную универсальную систему для работы и игр что же касается райзен 5 то несмотря на заметное отставание в играх он в большинстве случаев выдал комфортный уровень fps в синтетических бенчмарках преимущество core i5 заметно сокращается а поскольку райзен 5 1600 стоит на 100 долларов меньше то стесненным в средствах покупателям стоит обратить именно на него свое внимание на этом всем спасибо за просмотр поддержите нас лайком и комментарием а также делитесь этим видео с друзьями вам не сложно а нам это поможет в развитии канала и даст мотивацию для новых интересных тестов подписывайтесь на канал и оставайтесь с нами всего вам хорошего и до новых встреч